примеру к примеру это дефект вала она будет вращаться у нас вот таким вот образом второй момент это сама тарелка у нас все зубы начинают врезаться в эту плотную шпаклевку и естественно двигателю тяжело это провернуть но он пытается это сделать привет тема сегодняшнего видео это шлифовка опять же механизированная шлифовка и в своих комментариях и в ватсапе и в ю тубе очень часто попадает вопрос почему прыгает тарелка машина шлиф машина прыгает на стенах там что может быть некачественная шлифмашина сегодня разберем все эти моменты значит начнем с того что большинство естественно вопросов приходит от обладателей шлифмашин какого-то среднего типа кстати которая работаю я какие-то китайские шлифмашины в меньшей степени это касается каких-то брендовых шлифмашин но бывают вопросы и по гтр камбошевским по фестулу по меркелеросу как бы таких вопросов практически нет но и в брендовых вещах все равно бывают определенного рода какие-то где-то даже заводские дефекты итак начнем с вами наверное с проблем которые могут быть именно по некачественному изготовлению самой шлифмашины к примеру к примеру это дефект вала до вот этого дефект вала то есть в двух словах если мы нарисуем в разрезе нашу вот эту вот шлиф голову да как мы ее называем то есть понятно что здесь идет пошел двигатель редуктор и у нас есть вал который вот здесь вот выходит если этот вал где-то с завода был изогнут я так грубо нарисую то понятное дело что у нас тарелка будет вращаться некорректно она будет вращаться с постоянным искажением плоскости понимаете то есть если взять тарелку она будет вращаться у нас вот таким вот образом понятное дело что у нас будет рисовать по краям поверхности плюс скакать по поверхности это одна из причин что может быть то есть в принципе это все проверяется одеваете тарелку ставите включаете на холостых смотрите как ведет себя тарелка то есть это уже заводской брак рекламация на машину там где приобретали отправляете либо приезжаете с ней к человеку которого приобретали показываете все эти вещи человеку и естественно либо вам возвращают деньги либо вам меняют шлифмашину второй момент это сама тарелка я наверно все тарелки здесь собрал ультра жесткую мягкую самую скажем так рабочую средней жесткости тарелку то есть тарелки тоже могут быть с дефектом то есть они могут быть выгнуты в две стороны либо тарелка выпуклая у нас до либо тарелка у нас загнута в обратную сторону при таком дефекте мы будем наблюдать во первых да немножко будет скакать тарелка по поверхности и у нас будет явно выраженная запилы по краям причем на разных оборотах то есть на слабых оборотах это будет не по всему кругу проявляться а местами да на более повышенных оборотах прям будет круг рисовать так вот эти моменты с тарелками тоже присутствуют в меньшей степени это на поролоновых тарелках ну то есть что здесь может быть выгнута да она и так сама по себе поролон как ни нажми он мягкий то есть он по факту приобретает у нас форму поверхности которые мы прикладываем то есть тарелки как в одном из видео уже своих я рассказывал они нужны только для устранения каких-то царапин если вы там делали съем грубым абразивом все это подровняли и у вас осталось риска и чтобы ее вот сбить то есть можно поставить вот такую мягкую тарелку какую-то градацию наждачки выбрать более мелкую и от дефектовать уже сами царапины в случае с ультра жесткой тарелкой или даже вот с такой средней тарелкой у нас будет ярко выражены вот этот выражен вот этот вот дефект именно запилов по краям то есть тоже замена тарелки кто-то там пытается вот такие тарелки в опустить в кипяток под пресс спасает вроде бы когда но ненадолго ну то есть я такими вещами не занимался у нас тут в городе есть человек который продает это все поехал посмотрел выбрал купил выбрать можно даже визуально приложить что-то ровное по нескольким секторам и посмотреть дефект есть тарелки либо дефекта нет тарелки что еще по тарелкам по тарелкам вот это вот посадочное гнездо может тоже поставлена быть под каким-то наклоном это же мы увидим на холостых что тарелка ходит неровно то есть вот этот момент тоже может быть если у вас все ровная тарелка ровная вал у вас ровный то может быть еще такой дефект который встречается ну крайне редко мне например конкретно не встречалась и самый самый такой наверное вопрос который все опускают особенно те мастера которые заходят скажем так уже на механизацию устали работать вручную глотать пыль до заходят на механизацию и скажем так первый раз сталкивается вообще с шлифмашиной и представим себе ситуацию что у них все хорошо у них ровная тарелка у них нормально все с валом новая шлифмашина но при работе с поверхностью начинаются какие-то скачки непонятно машину трясет и что с этим делать и вот таких вопросов большинство почему это происходит сейчас расскажу и так значит по дефектам самой шлифмашины вала там или тарелок все разобрали а дальше у нас происходит взаимодействие нашей наждачной бумаги с нашими поверхностями со шпаклевками и здесь происходит следующее то есть есть зависимость самого абразива с открытой закрытой посыпкой к примеру да то есть открытая закрытая посыпка это так если схематически нарисовать допустим вот у нас есть зубы зерна нашего да на поверхности и смолы которые связующие крепят наши зерна вот эти вот когда у нас зерна более выраженная щас буду простыми словами говорить я говорю у михаила хардфута на канале есть вообще очень подробное видео это вообще канал о обработке древесины там металла достаточно интересный канал миша является там одним из таких лучших друзей с андреем шайтером кому интересно можете там найти как минимум два видео но они как бы длинные там где-то по часу там прям подробно все он рассказывает я вам расскажу именно уже саму физику что происходит вот открытая посыпка наша да когда у нас очень сильно выражены вот эти вот зубы относительно самой плоскости основы наждачки да и относительно посыпки самой есть закрытого типа посыпки когда вот эти смолы они вот чуть-чуть буквально оставляют у нас режущие части абразива и вот здесь происходят следующие вещи когда мы например на шлифмашине включаем вакуум если он есть на шлифмашине у нас начинает нашу тарелку притягивать к поверхности и есть еще взаимосвязь самих материалов самих шпаклевок то есть на более плотных шпаклевках когда мы включаем вакуум у нас начинает притягивать тарелку то есть как будто вот наступили на тарелку да и пытаетесь провернуть ее вот когда у нас открытая посыпка у нас все зубы начинают врезаться в эту плотную шпаклевку и естественно двигателю тяжело это провернуть но он пытается это сделать естественно он начинает начинает происходить вот этот эффект скачков потому что провернуть то ему хочется да очень сильное врезание происходит в поверхности он как бы отскакивая пытается провернуть у вас скачки вот эти происходят на более например мягких шпаклевках мы это не наблюдаем так как усилие двигателя достаточное для того чтобы прорезать конкретно более рыхлые материалы это один момент второй момент когда мы ставим допустим какие-то обороты ниже среднего там если вот шлифмашина как вот у меня допустим от 600 оборотов до чем медленнее вот этот проворачивание естественно тем и мы еще и прижимаем или вакуум у нас прижимает тем больше у нас происходит вот это сцепление и двигатель пытаясь вот это провернуть вгрызается вгрызается мы получаем эти скачки как только мы обороты добавляем на шлифмашине то первый проворот он так как плавный пуск он вроде вгрызается а потом за счет скорости уже не такое сцепление происходит да как у нас на медленных оборотах и легче идет шлифмашин но нужно понимать что на жестких пастах если мы увеличиваем скорость у нас быстрее изнашивается абразив и у нас под плавление зерна происходит быстрее поэтому стоит грамотно еще и подойти к самому самому абразиву подобрать именно абразив вот у миши там на канале да есть более подробно о самих о самом составе зерна которым из которого изготавливаются всякие наждачки да все вот круги там не круги неважно там оксид алюминия идет кормит кремния там цирконевая керамика и так далее да там плюс про сама затачивающиеся зерна которые этом скалываются образует новые режущие кромки все вот это можно будет посмотреть там но сам принцип поведения вот этих скачков то есть нужно научиться подобрать абразив правильный для работы с вашим материалом понимая с каким материалом вы работали вот те же семиновские пасты до более плотные материалы то есть на них при каких-то абразивах типа керамики вот с открытой посыпкой вот на мелких оборотах будут происходить вот эти скачки то есть либо мы уменьшаем еще абразив зернистость абразива либо мы добавляем обороты понимая что за этим может последовать и такую оценку нужно давать ну вот не то что вы там на одной шпаклевки там допустим раз у вас прошел абразив вы такой же абразив поставите на более там плотной шпаклевки да у вас скачки начнутся то есть либо оборот поднять либо с ней ну понимая что износ будет быстрее и чаще придется менять круги либо взять другой абразив пускай той же градации ну допустим закрытым и закрытым типом посыпки например вот так когда научитесь вот это вот делать то есть уже у вас вот это вот сцепление эффект сцепления неправильный с поверхностью которые многие не могут понять почему шлифмашины прыгают он просто вы его скажем так победитель вот и в принципе то что я вам хотел сказать про вот эти скачки то есть дефекты шлифмашины дефекты тарелок и работа именно с поверхностью именно вот это вот как бы трение да с учетом подбора абразива под различные типы наших оснований да еще один момент на мягкой тарелки поролоновый эффект скачков вот этих будет меньше потому что несмотря на то что мы даже поставим вакуум во первых на поролоновых тарелках вакуум не работает потому что он просто пропускает через себя воздух и плюс то что у нас мягкая поверхность у нас вот это усилие прижать и у нас просто будет тонуть наждачка немножко в тарелке да и у нас не будет такого сцепления то есть одним и тем же абразивом на жесткой и на мягкой тарелке будет работа производится по-разному то есть если здесь будет прыгать на этой может и не прыгать так как у нас нету жесткого основания вот этого вот именно вот поэтому по скачкам тарелки если информация была полезной ставим пальцы вверх с вами как всегда был канал о ремонте отделки про семинар брест меня зовут юрий не забывайте подписываться на канал а я желаю вам всем удачи крепкого здоровья мира до скорых встреч